День студента отметили на льду. Для Мурманска такое празднование давно стало доброй традицией. Заполярная молодежь любит и умеет кататься на коньках в любую погоду. Организаторы мероприятия подготовили для студентов тематическую вечеринку под названием «Комикс-зон». Тем, кто пришел на лед в костюме, бесплатно выдавали коньки. Денис Прокопенко продолжит. Ураганный ветер студентам не помеха. Несмотря на плохую погоду, свой праздник ребята отметили катанием на коньках. Под разогревающую музыку мурманская молодежь участвовала в конкурсах, фотоквесте и просто весело провела время. Так как вечеринка на льду была тематической, некоторые пришли в костюмах. Я хочу пожелать студентам, во-первых, чтобы они не ошиблись в выборе мечты. Вот если они выбрали эту профессию, пусть сложится так, как надо. Чтобы их в будущем трудовая профессия, деятельность трудовая приносила им радость. Чтобы понимали ребята, что будет жизнь и жизнь. Всяком было трудности, радости, сложности. Но чтобы они вот эти все проблемы решали, проходили, очень спокойно, достойно понимая, что без этого жизнь неинтересна. Все равно должны быть какие-то проблемные точки. День студента на катке – давняя традиция мурманской молодежи. За порядком на льду следят волонтеры. Они же стараются сделать праздник еще более веселым и ярким. Одна из волонтеров – Анна Жбанова. Девушка, тоже студентка, пока только готовится выйти на лед. Свой праздник будет встречать, можно сказать, на работе. Но этот факт ее совсем не огорчает. Это очень необычно на самом деле. По сравнению с тем, что бывают баллы и всякое такое, а тут на катке, поэтому это очень круто. Мне это понравилось на самом деле. Еще один волонтер Дарья Боброва разъезжает на коньках в костюме единорога. Девушка учится в 11 классе и пока даже не решила, куда поступать. Хочется на архитектора, но как получится, станет ясно к лету. Сегодня на катке Дарья с друзьями своим примером демонстрирует остальным посетителям, что значит хорошо проводить время. Развлекаются, веселяются все. У нас какой-то определенной задачи нет. Мы сами поднимаем настроение. Люди видят, как мы веселимся и тоже подтягиваются. В костюмах на каток пришли не только волонтеры. Кристина и Саша – студентки МГТУ. Сегодня в костюмах тигров. Порывы ветра сильные, а у костюмов большая парусность. Конечно, хорошее. Собирать всех студентов вместе и хоть какой-то движ устраивать. Мы все всегда активные. Даже в Мурманск, ребята все активные. Холод не страшен. Также на День студента можно было продемонстрировать знания фильмов Марвел и даже сфотографироваться с настоящим штурмовиком из «Звездных войн». Вход на каток с 19.00 был бесплатным, а тем, кто предъявлял студенческий билет или приходил в костюмы героев комиксов, выдавали коньки. Всего, по подсчетам представителей администрации города, мероприятие посетили более 300 человек.